Добрый день, уважаемые студенты! Давайте с вами вновь поговорим о центральной нервной системе, о головном мозге, о его последней части, наиболее сложно устроенной, это конечный мозг. Перед вами план лекции, предусматривается 5 вопросов разобрать, и начнём со строения вот этого конечного мозга, то, к чему относятся. Итак, на предыдущей лекции был материал, который касался ствола головного мозга. Вот, и самая высокодифференцированная, функционально сложно устроенная является, конечно, конечный мозг. Какова же его структура, какие её отделы имеются, образование и функция, попробуем с вами постепенно всё обговорить. Итак, структура. Вы знаете, что головной мозг, в целом, говорят, состоит из двух симметричных полушарий. Действительно так. Гемосферия церебря. Но, безусловно, они идентично устроены и разбираются как одно целое. Оба полушария между собой соединены множеством волокон, так называемыми комиссуральными волокнами, спайками. И самый крупный из них является мозолистое тело, как вы увидите. И вот это мозолистое тело обеспечивает прочное соединение двух полушарий между собой. Но полушарие представляет единое целое, как конечный мозг. Давайте рассмотрим его строение с двух позиций. С позиции наружного строения полушарий головного мозга и внутреннее, в том или ином объёме. Вы хорошо знаете рисунки головного мозга. Как раз нашему взору представляются вот эти полушария, два симметричных. Вот здесь они рассечены через мозолистое тело, корпус колёсом. И в каждом полушарии выделяют поверхности. Вот это верхняя латеральная поверхность, мы с вами видим здесь. Это медиальная поверхность, ну и нижняя поверхность. Различает плюса, лобная, затылочная и височная. Края, верхний край, нижний латеральный край и нижний медиальный край. Ну и в каждом полушарии, хорошо вам известно, выделяют доли. Лобная доля, теменная доля, затылочная доля, височная доля. Ну и помимо этой ещё доли, вы услышите, имеется доля в виде островка. А вот в каждой доле имеется определённое число борозд и извилин. Ну, борозда – это углубление, а извилина – это возвышение между двумя бороздами. Если касаться внутреннего строения, то её обычно разбирают вот на горизонтальном разрезе головного мозга, который проходит через зрительные бугры. Чем же представлено внутреннее строение? Во-первых, надо понимать и знать, что в пределах каждого полушария имеется серое вещество. Оно представлено в виде коры, в виде коры на периферии всего мозга, и базальных ядер. То есть внутри полушария есть скопление серого вещества, которое называется базальное ядро. Имеется белое вещество. Между этими структурами представлено серое вещество. Вот между всеми ядрами есть белое вещество. Оно представлено группой волокон, которые делятся на ассоциативное, комиссуральное, проекционное. И помимо этого имеются ещё боковые желудочки. Боковые желудочки. Здесь мы их полностью не видим. Видим только части бокового желудочка. Но обо всём этом речь пойдёт более детально в последующем материале. Итак, посмотрим, что из себя представляет серое вещество полушарий конечного мозга. Серое вещество или плащ в пределах полушарий, он же кора, это слой клеток серого вещества, расположен снаружи полушарий, и толщина её не более 5 мм. В клеточном отношении вот эти клетки располагаются в 6 слоёв. В клиническом аспекте практики наиболее функционально важен является пятый слой, который называется внутренней пирамидной пластинкой, или слоем больших пирамидных клеток, клеток БЭЦа. Обратите на это внимание. Мы с этим будем неоднократно встречаться. Эти клетки являются первыми нейронами пирамидных путей. Но чтобы было немножко понятнее, тех путей, которые обеспечивают реализацию нашим организмом желаемых нами движений, то есть сокращение любой группы мышц или мышцы по желанию человека. В отношении организации элементов нейронов коры используют два понятия. Мы хорошо знаем с вами уже, что у нейрона выделяют тело нейрона и отростки. И вот особенностью расположения нейронов коры является как раз наличие вот этих шести слоёв, которых я упоминал, так, с пятым слоем клеток. Вот здесь уже на рисунке я показываю вот эти большие пирамидные клетки, клетки БЭЦа. Вот совокупность всех клеток, которые имеются в пределах коры головного мозга, их расположение называется цитоархитектоникой. Это один термин или понятие, используемый по отношению к коры. А второй будет именоваться как милоархитектоника. Под ней следует понимать особенности расположения волокон этих нейронов, волоконных структур в пределах коры головного мозга. Мы обозначили кору. Вот эта кора, не более шести миллиметров, она снаружи покрывает полушарие. Значит, если мы с вами или перед нами будет лежать головной мозг нерассечённый, то как раз нашему взору представляется поверхность коры полушария, а именно вот этот кортекс, самый поверхностный слой, не более 5 миллиметров. Если мы разрежем полушарие мозга, или мозг, как здесь показано, горизонтальный срез, то на этом горизонтальном срезе, это натуральный препарат, мы с вами можем увидеть скопление серовещества, которое сгруппировано в 4 пары ядер. Первое ядро – это хвостатое ядро. Оно имеет головку, тело, хвост, и вот здесь как раз мы видим горизонтальный срез головки хвостатого ядра. Следующее ядро – щицеобразное. Второе по размерам. Имеет составные части скорлупы и бледные шары. И медиальная, и латеральная мозговая пластина. Они же медиальная, и латеральная мозговая пластина. Это вот здесь мы с вами видим их, видите? Это вот скорлупа. А это два бледных шара, латерально-медиальная, или пластина. Имеется также ядро под названием ограда, тонкая такая полосочка. И миндалевидное ядро. Миндалевидное ядро. Вот здесь это ядро видно. Миндалевидное ядро. Ну, на этом препарате натуральном мы с вами хорошо видим вот это оградо здесь. Значит, дальше щицеобразное ядро, головку хвостатого ядра. Хвостатое щицеобразное ядро объединяется в структуру, которая называется полосатое тело. Вот это полосатое тело, а именно хвостатое и щицеобразное ядро, они являются высшим центром экстрапирамидной системы. Вот эта экстрапирамидная система, она обеспечивает непроизвольную автоматическую регуляцию сложных движений и участие в регуляции тонуса скелетных мышц. Мы с вами в своё время говорили о тонусе скелетных мышц. Так вот, без тонуса, во-первых, невозможно движение совершить любой мышце, и этот тонус регулируется. И вот полосатое тело причастно к регуляции тонуса и к, безусловно, рефлекторным движениям мышц. Вот автоматические движения, связанные с положением нашего тела, защитными рефлексами, такими как мигание, закрытие просвета глаз веками от яркого солнца, отдёргивание руки от горячего, острого, колкого и так далее. Всё это обусловливает как раз действие, работу вот этим полосатым телом. Что о белом веществе можно сказать? Белое вещество – это совокупность нервных волокон, как мы знаем от розков, нейронов, это и аксоны, и дендриты. Они объединяются в определённые пучки. Эти пучки функционально являются проводящими путями нервных импульсов. Было упомянуто, и сейчас конкретно разбираем, три вида проводящих путей или белых волокон в пределах каждого полушария. Это первая группа – ассоциативные, короткие и длинные проводящие пути или волокна. Что это такие? Они раскладываются в пределах одного полушария. Короткие соединяют участки коры в пределах одной доли, а длинные между долями. Ну, вот здесь мы с вами видим рисуночек, где показаны короткие, не особо чётко, вот короткие ассоциативные пути – это длинные между долями полушарии. Они без присоединения или близлежащих структур в пределах одной доли, или структур между долями полушарии мозга. А вот здесь более крупный рисунок. Это вот короткие ассоциативные пути, это вот длинные ассоциативные пути. Помимо этих путей имеются комиссуральные пути, то есть пути, которые соединяют симметричные структуры правого и левого полушария. Самой мощной комиссуральной структурой или путём является корпус колёзный. Вот этот корпус колёзный. Помимо этого имеется комиссура форницес, комиссура форницес, вот здесь комиссура форницес, комиссура растралис, растралис, и комиссура эпиталямус, вот здесь, растралис и эпиталямус. Они же как передние и задние комиссура. И помимо этого имеются проекционные пути. Вот проекционные пути рассматриваются, как правило, в продольном таком направлении. Эти пути связывают различные так называемые этажи головного мозга. Ну, допустим, продолговатый мозг со средним мозгом, средний с конечным мозгом и так далее. Наиболее плотно они располагаются в пределах, как внутренней капсулы. Обратите внимание на эту структуру. Здесь она изображена вот в виде такой галочки, расположенной между зрителем бугром. Между, значит, шветообразным ядром и хвостатым ядром. Вот эта внутренняя капсула, через неё проходит волокна, которые потом веерообразно расходятся и подходят к той или иной извилины полушария головного мозга. И вот в этих извилинах находятся концы анализаторов. Концы анализаторов. Вот в этой капсуле, да и вообще проекционном пути, они бывают двух видов. Это афферентные, они же восходящие, центростремительные, чувствительные. Это пути, по которым импульсы распространяются в пределах ЦНС в восходящем направлении. И афферентные, которые проходят в нисходящем направлении. Так вот, как было указано, эти пути на более плотно располагаются в пределах вот этой внутренней капсулы, у которой различает, значит, колено, там, где они соединяются, передние, задние ножки этой капсулы. И в каждом отделе её проходят определённые пути. И вот как здесь показано, видите. Допустим, в пределах колена идёт один из пирамидных путей, как тракс кортико нуклеарис, затем кортико спиналис. Это так называемые пирамидные пути, обеспечивают реализацию произвольных движений в нашем организме, или нашим организмом. Ну, а в задней ножке сосредоточены проводящие пути анализаторов, органы слуха, органы зрения, чувствительности общей и так далее. Все эти пути ВАИМ будут изучаться, и топографии, которая здесь представлена, вы будете в своё время излагать уже после изучения этого раздела. В пределах полушария различают так называемые структуры, которые относятся или формируют экстра-пирамидную систему. Что же понимается под этой системой? Основы этой экстра-пирамидной системы – это образование конечного мозга и ствола мозга. И к ней относятся в каждом отделе определённые ядерные структуры. Ну, давайте посмотрим. В конечном мозге к экстра-пирамидной системе относятся группа клеток коры лобных долей, чищевицеобразная, хвостатая ядра, ограда миндалевидная, то есть все так называемые базальные ядра полушария. А в промежуточном мозге относится к этой системе субтериамическое тело или тело Льюиса. Льюиса. В пределах среднего мозга к этой системе относятся чёрное вещество или ядро и красное ядро. В заднем мозге это голубое место в пределах моста мозжечок. В спинномозге гамма-мотонейрона передних рогов или столбов спинного мозга. Ну и также ретикулярная формация. Вот все эти структуры, а не, как вы видите, ядерное образование относятся к экстра-пирамидной системе. И эта экстра-пирамидная система обусловливает следующие функции в организме человека. Первое, как мы говорили, она формирует мышечный тонус. Второе, обеспечивает нашу позу, позу тела в пространстве, его части. Третье, подготавливает скелетную мускулатуру к восприятию возбуждающих и тормозящих импульсов. Вот помимо этой экстра-пирамидной системы, в ней ещё выделяет функциональная структура, ну, морф функциональная, которая именуется как стриополидарная система. Она находится как бы внутри экстра-пирамидной системы. Что же к ней относится? Вот стриополидарная аппарата или система, к ней относится, или она включает, посмотрим, такие ядерные образования, как хвостатое ядро, скорлупу, это элемент чечевицеобразного ядра, бледный шар, тоже элемент чечевицеобразного, чёрное вещество и красное ядро. Вот раз, два, три, четыре, пять, пять ядерных структур, которые группируются под стриатом и палидом и объединяются в стриополидарную систему. Какова же функция этих групп ядер, полушария головного мозга, объединяются в стриополидарную систему? Посмотрим. Первое. Это реализация диффузных движений тела и согласование движений всей скелетной мускулатуры. то есть наши движения в здоровом организме они происходят последовательно, целенаправленно, включают определенные группы, определенные последовательности между этими группами мышц, и всё это обеспечивается вот этой стриополидарной системой. Помимо экстрапирамидной системы, пойма стриополидарного аппарата в этой системе в пределах полушария головного мозга ещё выделяет систему, которая фигурирует под названием лимбическая. Иногда её называют как обонятельный мозг. Вот в этой лимбической системе или в обонятельном мозге выделяет, различает два отдела. Периферический отдел под букву А и центральный. К периферическому отделу относятся обонятельные луковицы, вот они, обонятельные луковицы, обонятельный тракт, идущий от них, обонятельный треугольник и переднее вот здесь продырявленное вещество. А к центральному аппарату относятся сводчатая извилина, вот это сводчатая, давайте посмотрим, вот сводчатая извилина, она большая, такая длинная извилина, и состоит из поясной извилины, решейка, так, поясной извилины, крючка вот здесь, гироспараги компалис, вот она здесь видна на этом рисуночке, вот это извилина, так, это центральный отдел лимбической системы, вот давайте посмотрим здесь, вот это в целом лимбическая система показана здесь, или вот здесь это лимбическая система, объединяющая все те структуры, о которых было упомянуто. Какова же функция этой лимбической системы? Первое, лимбическая система обеспечит реализацию видового поведения млекопитающих. Этот вид, это поведение всегда специфично для того или нового вида животного. Имеется определенный механизм реализации этого поведения. Второе, формирование таких общих состояния организма, к которым относятся наше с вами бодрствование, наш с вами сон, эмоции, память, мотивация поведения, особенно мотивация поведения жизненно важного аспекта такого пищевого, социально-полового поведения, которое обусловливает сохранение вида или особи. Олимбичная система обеспечивает приспособление организма к окружающей среде, а лучше не к окружающей, а к постоянно изменяющимся условиям окружающей среды. В один и тот же момент в принципе среда, в котором мы существуем, меняется. Буквально секунды и в определенных параметрах, пусть небольших, но она меняется. И вот эта адаптация к изменяющим словам пословливается этой лимбической системы. Ну и она активно участвует в нашей с вами памяти. Вот вы знаете, память несколько видов бывает, и вот различные виды памяти, их формирование, востребованность связана с функцией лимбической системы. вот таковы функционально-морфологические образования в полушариях головного мозга имеются. Теперь давайте посмотрим боковые желудочки. Если предыдущие два желудочка, а именно третьи и четвёртые, были непарными образованием в пределах ствола головного мозга, то боковые желудочки образования парные, и в каждом полушарии имеются по желудочку. Ну, считается, что в правом полушарии первый по счёту желудочек, в лемб второй, третий мы видели в промежуточе мозга и четвёртый в пределах ромбовидного мозга. Итак, в каждом полушарии вот по желудочку имеются и в каждом желудочке различает четыре части. Три пары рогов. Передний рог в лобной доле, задний рог в затылочной доле, нижний рог в пределах в височной доле и имеется центральная часть в теменной доле. Вот здесь мы видим центральную часть, передний рог, задний рог видим, вот здесь скрыт боковой рог на натуральном препарате. Это вот элементы или части желудочка. спинного Таким образом мы можем сказать, теперь же подытожить, что в каждом отделе головного центральной нервной системы имеется своя полость и все эти полости между собой соединены и представляют единую полость ЦНС. Но дай попробуем разградировать. Центральный канал это принадлежность спинного мозга и самый терминальный желудочек в пределах там конского хвоста. Четвертый желудочек в заднем предлоговатом мозге или в ромбовидном мозге в целом. Водопровод в среднем мозге. Третий желудочек в промежуточном ну и вот боковые желудочки в пределах указанных частей значит полушария мозга. вот ликвар жидкость которая находится в желудочках она постоянно циркулирует а раз циркулирует значит где-то она образуется потом куда-то она оттекает. Вот эти пути циркуляции по-другому значит ток мы с вами должны знать. Ну во-первых давайте скажем а как она образуется. значит я уже указал что все перечисленные высшие полости заполнены спинном изгоровой жидкостью или церебральной жидкостью. Как она образуется? Она образуется сосудистыми сплетениями желудочков мозга а такие сплетения имеются в боковом желудочке в третьем желудочке в четвертом желудочке мягкая оболочка головного мозга и спинного эпидемальными клетками которые высилают все полости желудка общий объем этой жидкости 100-150 миллилитров и она как постоянно обновляется примерно около пяти раз за сутки она как бы обменивается вот под паутином пространстве ЦНС находится примерно 200 миллилитров ликвара то есть 200 плюс 100 150 ликвара всего человека это будет 300 350 миллилитров но надо отметить что этот ликвар содержится не только в этих полостях и под паутином пространстве но он содержится в так называемых перенавральных пространствах то есть микроскопических щелевидных пространствах окружающих нервы перенавральные пространства как же этот ликвар циркулирует давайте с вами посмотрим из боковых желудочков из боковых желудочков вот из этих где-то боковых желудочков через межжелудочковые отверстия ликвар поступает в полость третьего желудочка из этой полости третьего желудочка через водопровод мозга водопровод мозга ликвар оттекает в пределы полости четвертого желудочка вот этот четвертый желудочек в эту же полость в полость четвертого желудочка попадает ликвар и из центрального канала спинного мозга спинного мозга ликвар который попадает в четвертый желудочек через три отверстия одно из которых видно вот здесь это срединная апертура или апертура маженди и две боковые апертура вот здесь оттекает в подпаутинное пространство вот подпаутина пространство сейчас мы наверное посмотрим рисунчик да вот это подпаутинное пространство вот оно здесь показано это подпаутинное пространство ликвар сюда оттекает затем из подпаутинного пространства через так называемое пахионово грануляция выпячивания сосудистой оболочки которая выпячивается в синусы твердой мозговой оболочки вот этот ликвар подфильтровывается или попадает в венозную кровь синусов твердой мозговой оболочки вот вот таков путь оттока ликвара этот процесс происходит постоянно ликвар обеспечивает какое-то питание головного мозга удаление каких-то продуктов которые там находятся ликвара он же обеспечивает защиту головного мозга вот и с ликваром связано много неприятностей если нарушается пути его оттока если мы обратимся вот к этой схеме давайте посмотрим вот здесь водопровод головного мозга водопровод головного мозга это очень короткое такое пространство в виде трубочки диаметром до 3 миллиметров и смотрите если он по какой-то причине будет блокирован то возникнет очень тяжелое положение у больного ликвар будет образовываться оттекать под паутинопространство он не сможет возникает симптомы или вернее развивается так называемая водянка головного мозга водянка головного мозга эта водянка может быть врожденной она может быть приобретенной и конечно не всегда легко ее в общем-то корректировать чтобы головного мозга нормально функционировал есть задачки кстати на блокаду определенных путей оттока ликвара посмотреть эти задачки их не забывайте ну что же теперь мы поговорим о вопросе который называется локализация функции в коре полушарии большого мозга в коре большого мозга располагаются центры которые обеспечивают выполнение определенных функций нашего организма вот эти места центры ядра как угодно павлов павлов иван петрович назвал корковыми концами анализатора чтобы понимать это давайте обусловим что такое анализатор если брать дословно определение по павлову то анализатор есть сложный нервный механизм начинающийся наружно воспринимающим аппаратом и кончающийся мозгу бесконечно сложным образом это определенно совершенно верное но тут оно без расшифровки сейчас мы попробуем это расшифровать органы чувств являются вставной частью анализатора это та часть которая вот начинается в пределах структур органов чувств где располагаются рецепторы как же устроен анализатор вот у любого анализатора выделяет три части три отдела периферические это рецепторное образование проводниковая часть это проводящие пути и центральная часть это ядро корковый конец он в коре головного мозга вот анализатор понятие более широкое нежели органы чувств практически органы чувств является или входит в структуру периферического отдела анализатора именно там находится рецепторное образование вот которое выполняет определенную функцию какую же функцию давайте посмотрим итак рецепторное образование они представлены или рецепторами специфическими структурами или свободными окончанием чувствительных нервов вот функция этих образований заключается по-разному можно говорить в преобразовании в трансформации энергии раздражителей в нервный импульс возбуждения вот раздражителей нашего организма очень много на наш организм падают различные виды энергии световая звуковая энергия тепловая энергия и так далее но несмотря на это рецептор уникальна тем что любой вид энергии тем или иным видом рецептора или рецептором образования преобразуется в нервный импульс или возбуждение функции проводящих путей анализаторов они проводят нервные импульсы от рецепторов к различным инстанциям значит анализаторов полотно до коркового его конца и наконец функция центрального отдела коркового представления ядра анализатора обеспечит высший анализ и синтез полученных от рецепторных образований нервных импульсов нас начало возникает представление об окружающей среде у нас с вами это представление об окружающей среде возникает и в виде чувств понятий представлений обобщений умозаключений и так далее вот так следует понимать анализатор а мы с вами акцентируем внимание на третьей части анализатора это на центральный отдел или корковый конец и эти концы в пределах полушария головного мозга располагаются в определенных его местах вот здесь перед вами схема части анализаторов вот ну надо еще отметить то что в отличие от животных у человека помимо всех прочих анализаторов имеются анализаторы которые кардинально отличают и функцию и строение нервной системы человека от животных это корковый центр анализаторов связанных со второй сигнальной системы это сустная письменная речь эти анализаторы отсутствуют у любого животного даже если мы возьмем человекообразную обезьяну ну давайте посмотрим что за центр итак имеется несколько четыре центра второй сигнальной системы вот область под букву А это ядро двигатель анализатора устной речи она же артикуляция речи или речи двигатель анализатора располагает в заднем отделе нижней лобной извиненной так называемого центра брокка вот и поражение этого ядра приводит к двигательной фазии то есть человек не может произносить слова вот сейчас у меня этот центр работает активнейшим образом потому что произнести слова у меня должны работать целые плеяда мышц и вот эти мышцы образом руководствиями в конечном итоге обеспечиться речи двигательным аппаратом а в пределах коры имеется центр речи двигателя который регулирует работу всех этих мышц и так может быть двигательная афазия второй центр это так называемый ядро слухового анализатора устной речи в задней части верхней височной изделия на поверхности обращенной в боковую борозду это крупная боковая борозда вот здесь вот она там находится слуховой центр устной речи поражение ядра приводит к сенсорной афазии то есть невозможность понимать слышимую речь и контролировать собственную речь человек может говорить если поражение но не понимает свою речь не говоря о том что и чужую но это примерно то когда мы находимся среди людей говорящих на не на родном нам языке мы слышим что они говорят но понимать мы ничего не понимаем такое состояние бывает вот при этой сенсорной афазии имеется ядро двигательного анализатора письменной речи но тоже присуще только по человеку вот находится но вот здесь в задней части средние лобные извилины если этот сенсор поражается у человека возникает аграфия то есть не может писать очень сложные знаки которыми являются буквы и цифры возникает явление а горо фи и ну и если быть полным имеется еще один центр это ядро зрительного анализатора письменной речи он находится в угловой извилине ангулярной извилине нижней теменной доли дольки в случае поражения этого ядра возникает алексии то есть не способность воспринимать написанный текст человек видит написанный текст видит что там буквы цифры но воспринять связать его логически он не может это вот четыре центра которые характерны только и только для человека именно эти четыре центра обеспечили формирование у человека вторую сигнальную систему которая проявляется через устную и писанную речь которая обусловливает у человека абстрактное мышление то есть отвлечённое мышление если животное реагирует конкретно на какой-то материальный объект допустим на запах на вид конкретно важный для него то человек может реагировать на явление которое он не наблюдает на предмет который он не видит и так далее ну допустим я вам скажу что есть в Южной Африке так называемые хлебные и колбасные деревья мы деревьев никогда в жизни не видели или может не увидим но мы уже ассоциируем что если это дело хлебное значит очевидно что там можно есть как хлеб если это колбасное то с чем-то свиное не как колбаса хотя бы вид может колбасы и так далее это вот абстрактное мышление ну что же дальше а дальше есть еще центры которые имеются и у человека и у животных это уже относится к центрам первой сигнальной системы допустим двигательный анализатор анализатор проприцептивной чувствительности он находится при центральной звелины и парацентральной дольке и парацентральной дольке вот здесь на фронтальной плоскости мы видим так называемое место расположения вот этого двигательного анализатора обратите внимание как и этот двигательный так и кожный анализатор который находится в общем-то в постцентральной звелини вот в них наше тело наши мышцы поверхность тела располагается или отображается не пропорционально а ну объему участка а диспропорционально но пропорционально функциональной значимости двигательный анализатор связан с движением и поэтому если наша рука обеспечит огромное число двигательных функций то и по площади в этой борозде эта рука особенно представлена очень большое сравните с небольшой площадью нижней конечности аналогично так же как и вот кожный анализатор мы знаем что филогенетически передний головной отдел тела животного в частности области рта там находится огромное число рецепторов которые позволяли в своё время и нам в преддверии становления как Homo sapiens и животом позволяет обеспечивать анализ пищи которой предстоит им допустим съесть вот эти два анализатора очень характерны по площади их расположения в предцентральной и постцентральных бороздах полушарии головного мозга ну вот я показываю вот здесь оказывается крупные рисунки если видите вот такова пропорция этих центров в пределах указанных и теперь вы прекрасно видите если произошло кровоизлияние в пределах центральной передней извилины там где проецируются мышцы конечности то будет нарушена работа конечности если эта мышца связана с работой глотки то глотка нарушит свою функцию если нарушена структура в той или иной области кожных покровов то очевидно будет развиваться нарушение чувствительности именно в той области проект с которой находится в месте где произошло кровоизлияние помимо этих центров имеется слуховой центр это средняя часть верхней височной извилины вот здесь средняя часть это слуховой центр внутренний поверок зрительный центр это затылочная доля мы будем с вами учить область конуса прикунуса вот и друг это обоняние вкуса они вместе близко располагаются в области крючка гироспара гиппокомпалис центр пароксии это центр который обусловливает целенаправленное мышечное движение это практик все те движения которые мы с вами реализуем для выполнения в результате выполнения которых возникает или достигается желаемое допустим за счет центра пароксии мы можем хорошо рисовать допустим выполнять какие-то функции там строгать писать вязать ну смотря у кого что это центр пароксии если он будет нарушен то те функции допустим вязание значит тот кто хорошо вязал нарушен центр он уже вязать не сможет есть центр вестибуляр это средняя часть средней и нижней височных извилин средней и нижней височных извилин это две извилины височные вот здесь находится вестибуляр центр если ростер гнозии верхнетеменная долька вот она верхнетеменная долька центр который обусловливает распознавание предметов на ощупь на ощупь вот эти центры имеются теперь вы прекрасно понимаете что если нарушается ядро какого-то анализатора какого-то центра то безусловно полноценность работы его в данном случае будет исключена надо отметить что вот центры связанные с второй сигнальной системой это речь они формируются на ранних стадиях становления ребенка при общении его как социального существа когда начинает он себя осознавать когда формируется значит абстрактно мышление это где-то 3-4 года вот эти годы очень важны в развитии человека но мы с вами разобрали практически все структуры конечного мозга нам остается с вами отметить какова же функция его или какие он функции выполняет функции конечного мозга функции конечного мозга в принципе очень многочисленны очень важны и если эти функции нарушаются то возникают большие проблемы в деятельности человека но я имею ввиду связанность нервной системы я здесь обобщил все функции свел в основные пожалуйста попробуйте их зафиксировать и правильно интерпретировать он обеспечивает конечный мозг деятельность всех ниже стоящих отделов нервной системы то есть деятельность всех структур ствола головного мозга который мы разбираем на предыдущей лекции и спину мозга который разбил разбил сперед лекции о стволе головного мозга вторая функция реализация высшей нервной деятельности важнейшая значит функция она заключается в объединении и направлении работы всех органов системы организма как единого целого я всегда говорю что вот головной мозг конечный мозг в первую очередь является дирижером деятельности организма если мы вспомним оркестр и дирижер он или по движению палочки каждый вид инструмента вступает в определенный период звучит там на определенной высоте и так далее и так далее все это создает гармоничное значит выполнение того или иного произведения и восприятия его точно так же и здесь последовательно в определенной последовательности начинают работать все органы всех систем при той или ином виде деятельности если допустим человек принимает пищу происходит определенное последовательное значит так можно выполнение функции определенных органов сначала регулируется работа ртового аппарата захват пищи жевание потом глотание потом перемещение желудок потом химические импульсы идут уже вернее идут импульсы для химической обработки пищи и так далее то есть на каждом этапе нашей деятельности происходит всегда контроль этих подфункций которые обеспечивают работу всего организма в целом ну развитие реализации второй сигнальной системы я уже говорил это устная и писемная речь вот головной мозг является как раз материальным субстратом материальным субстратом вот этой деятельности выражающейся в реализации второй сигнальной системы устная и письменная речь и конечно на основе которых формируется на устной речи абстрактное мышление о чём тоже я в своё время говорил ну и наконец последнее с точки зрения функции это высшая форма психической деятельности на основе общественного труда что об условии появления сознания я уже абстрактного мышления способности отражения действительности в виде восприятия ощущений представлений мыслей чувств воли умозаключения вот вот эти четыре основные функции реализуются за счёт деятельности конечного мозга вот вот в принципе мы с вами провели обзор всех отделов центральной нервной системы начиная со спинного мозга и кончая головным мозгом его отделами на этом практически вот теоретическая часть связанная с центральной нервной системой у нас с вами будет закончена второй отдел нервной системы это периферическая система с вами будем изучать уже на будущий учебный год в третьем семестре ну что ж благодарю вас за внимание всего вам доброго до свидания